Известный наставник ульяновских боксеров Сергей Михайлов готовит своего воспитанника к очередному бою. Поединок финальный. На кону победа в традиционном турнире на призы клуба «Икар». Кроме представителей клуба «Икар» в ринге, установленном ФОК «Орион» в Заволжском районе Ульяновска, сильнейшие боксеры области, не старше 15 лет. Всего около сотни участников. Им противостоят представители «Пензы» и «Мелитополя». Бонусом к призам – путевки на всероссийские соревнования. И плюс у нас здесь просмотр на отборочные соревнования, которые будут проходить в Чебоксарах сейчас, на «Пензе» в России. Через пару лет турнир на призы клуба «Икар» отметит свой четвертиковой юбилей. Последние три года он проводится также в память о воспитаннике клуба Андрея Малаканове. В сентябре 2019-го мастер спорта России умер от остановки сердца. Перчатки, в которых 28-летний спортсмен провел свою последнюю тренировку, стали уже реликвией клуба. И вот в жизни он всегда такой был. В противоречии добивался все сам своим трудом. Достигал целей и стремился к лучшему. Четыре представителя клуба «Икар» пробились в финалы турнира в память о своем одноклубнике. Двое из них стали победителями соревнований. В их числе Даниил Лосинов. Решающим поединке он одолел Тимура Фахруддинова из Димитровграда. И после боя отметил, что в ринге хотел бы быть похожим на Андрея Малаканова. Андрей был очень мужественным, дисциплинированным человеком. Я хотел бы с него взять такую же дисциплину. 13 финальных поединков, 13 фирменных статуэток в память об Андрея Малаканове. Четыре из них уехали в Мелитополь, одна в Пензу. Остальные восемь остались в Ульяновской области. Михаил Сашанский, Улпрадо ТВ.